Великие и дивные дела Твои, Господи. Так, что хотели сказать? Только чистая, чтобы наша речь была чистая, без матерков, без оскорблений. Да-да-да-да. Какая вера? Вы уползли, вас не видно. Поднимите голову выше. Наша вера – святая православная вера. А как вы относитесь к староверам? Старовера – это то, что князь Владимир принял. А по неразуму своему Никон решил подравняться под греков, которые многое изменили на венецианских книгах. И поэтому сразу двоеперсия объявили вне закона, когда князь Владимир, Сергий Радонежский так крестились двумя. И Бог проявлял себя. А он у греков было теперь три. Он перенял оттуда, чтобы под одно было. Как? Это неразумная была реформа? Старобряцы в этом вопросе правильнее были. Понятно. Но вы же православные. Мы православные. И старобряцы православные. Старобряцы – это православные. Вы положительно относитесь к ним. Теперь что отношения? Ничего нет. Но понимаете, что старые книги, которые они тогда предали Анапими, сейчас здесь заместитель, первый помощник патриархии Кирилла, Иларион Алпеев, служит, как и Кирилл Сахаров, около храма Христа Спасителя 200 метров, по старопечатным книгам, по-старобрячески. Все по-старобрячески делают. Но они находятся в московской патриархии. Это самый правильный выход. Невражды ничего нет, и старый обряд соблюдают. Мы родились в старобряческой семье, без поповцев. А без священца нет спасения. И нам Господь открыл, что в церкви должно быть священство. Старобряцы – это православные самые и есть. Князь Владимир так крестил Русь. Ну вот, а почему вот я знаю о староверах, у них есть наставники, у них нету как такового священства. Это беспоповцы. Беспоповцы, которые более 50 разных названий. Поморские, Щесовина, Нетовщина, Глухая, Дырники, там, Подпольщики, как только они называются. Больше 50 названий, которые друг друга не признают. Беспоповцы. А старобряцы, имеющие поповство, попов имеющие, это Белокреницкая иерархия. Вот Рогожское поселок, кладбище в Москве. И Новозыпковское. Вот два ответвления, которые имеют священство и держат старобрячество. Это самое правильное. Вот я знаю Чесовина, Иерарх. И Чесовина, это беспоповцы, это раскол. Это раскольники. Без священства, Ян Затон говорит, без этих священных рук священства нет отпущения грехов. Подождите, а почему их называют раскольниками? Неправильно называют. Неправильно. Никон раскольник расколол. Но они сегодня от церкви отделяются и не признают. Без священства так как. Ну пусть идут к старобряцам, которые все по старобрячеству, но есть священство. Белокреницкая иерархия. Метрополит Корнилий. А у Новозыпковских патриарх Александр. Патриарх. Ну пусть к ним и идут часовенно это. Нет, они никуда не пойдут. Вот это и есть упертость бычинная. Стоит на одном месте бык посреди дороги. А они не пойдут. Писание говорит так. 20 глава, 28 стих. Евангелие от Иоанна. Кому простить и проститься. Кому оставить и оставить. Они не могут прощать. У них нет причастия. Нет литургии. До чего и нету. Да, вот насчет того, что, простите, они как бы, они помнят до сих пор эти все гонения. Ну, я вам ответил. Кстати, они говорят, что ничего не прошло, ничего не изменилось. Все как было, так оно и осталось. Это у них так и осталось. У них осталось. А у православной церкви сокровище переведенное. А у них и Библии нету. А у них столько заблуждений, высказать нельзя. Причастие с корлупой почерпнуть надо в болоте воду, там в озере где. Это будет место причастия. Я родился в этой беспоповской среде. Мне это известно, как дышать. А вот кит, кит, китовская вера есть еще такие. Ну и что? Он, получается, расколол часовой. Я еще раз говорю, беспоповцев, старообрядцев больше 50 названий. Нам зачем это знать? Это одно и то же. Они не имеют священства. Одно, не имеют священства. Вот пусть они идут с старообрядцем, тоже старообрядцы, белокреницкие. Там митрополит, там священники. Они не пойдут. Почему? Они идут и все. Они не верующие. А они перекрещивают, если, допустим, православный захочет... Нет, не перекрещивают. Нет, нет. Они крестят правильно. Троекратное полное погружение. А вот от них, к ним, если кто-то пойдет из этих вот, которые сегодня официальная церковь, этих будет перекрещивать. Потому что тут почти не крестят. Тут мошка, мокрая ладошка, да за деньги. Человек-то не погружается. Крещения-то нету. А вот титовская вера, титовская вера, они перекрещивают. Ну, это зря делают. Написано, едино крещение, восставление грехов. Едино. Это символ веры гласит. Как можно перекрещивать? Почему титовская вера? Потому что он сказал, что, типа, часовенные неправильно вообще крестят. Ну, как-то вот они берут младенца и поворачиваются с младенцем не в ту сторону, что ли, типа того. Надо в другую, а они и не в ту сторону. Да так можно найти, не так щихнул. Не так щихнул, не так ступил. Что тут придирается-то? Крещение переводится на русский язык одним словом «погружение». Немецкий «тауфан», греческий «баптизм». То есть погружение, погружение в воду. Все. Если слова правильно произнесли, во имя Отца, аминь. Во имя Сына, аминь. Под водой скрылся. Во имя Духа Святого, аминь. Все, крещение правильно. А человек может сам себя крестить? Не может. Это только у баптистов Джон Смит себя крестил. Родоначальник их ереси. Так а вот в принципе святые, святые есть на Руси в настоящее время? На Руси в настоящее время Бог покажет. Конечно, есть. Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Определенно, есть они. Но только церковь признает после смерти, канонизирует. Но и так видно. Вот Иоанн Кронштадтский жил. Он еще жил, а уже знали, что это святой человек. Его видно было. А кто умирает за Христа казненные? Это все мученики. Даже не надо никакой канонизации. Они мученики. И таких было много. В русской православной церкви, у старобрядцев. Понятно. А вы в интернете-то разбираетесь? Сейчас я вам скажу, у нас большой ресурс есть, канал «Восвете Библии». Можете зайти. «Восвете Библии» называется. Вы можете зайти туда. А вот они часовенные говорят «Спаси Бог», да? Они говорят «Спаси Христос». Мы всегда говорим так «Спаси Христос». Хотя то и другое приемлемо, но «Спаси Христос» лучше, потому что поминается Христос, и люди сразу обращают внимание. Они правее нас. То есть у нас вот, лично у нас всегда говорят «Спаси Христос». Я всех этому учу. А как вы относитесь к «Всея Руси» Кириллу, да, по-моему? Ну да. Да никак я не отношусь. Он в другом месте живет. Мы с ним не встречаемся. Но мы за него молимся каждый день. Мы молимся за старообрядческих, за католических, за всех. Чтобы Господь всех вразумил и привел в сознание истины. Нам повеление от Бога. Молиться за всех. За Путина, за Трампа, за Рамзана Кадырова, за Лукашенко, за Петра Порошенко. Мы за всех молимся каждый день. Чтобы не было покушения. Чтобы Бог дал им страх. Чтобы мудрые законы издавали. Это наша обязанность. Не только право. Ну да. Как бы вы молитесь. Но получается, что молитвы ваши не доходят до Бога. А нам не надо судить об этом. У нас повеление дано. А доходят, не доходят. Это Бог решает. Если вы за человека молитесь, а он продолжает сеять кровь, раздор, вражду. Ну и что? Так что бесполезно получается. Не бесполезно. А то, что мы молимся, мы выполняем ту миссию, которую Бог назначил. А уже обратить, не обратить, вот от Бога зависит. Благодать трех видов. Благодать призывающая. Благодать обращающая. Благодать освящающая. Вот первое мы исполняем. А обратиться, у него должно сердце повернуться. И ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, говорит Иоанн Златоуст. Поэтому мы молимся. А он не обратился. Это ничего не значит. Мы молимся об еврейском народе. И Христос о них молился. А они его распяли. Он говорит, прости Господи, не знают, что творят. Я вас спросил, вы не ответили. Вы можете зайти на канал «Восвяти Библии»? Как бы, если у меня желание было бы, я бы сказал, что... Вот, если бы было желание. А там у нас 14 700 роликов. Как мы деревню православную строим с нуля. А одна единственная она на всю Россию сегодня. Где человек должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда разрешение получает. А я как будет желание. А чего оно будет желание, если лежишь? Ничего оно не придет на боку. Надо трудиться на своей душу. Я вам отвечаю на все вопросы, а вы даже на один не можете. Уже разница. Я вас не испытываю, я просто желаю. И то вам уже. А я как буду? А я перед вами не кривляюсь. Я прямо говорю, да так. Да, мы не правы. Вот они правы. Это жить по совести. Смело возвещай истину Христову. Что Христос умер за нас. Он простил нам грехи. И прощает, если мы просим у него прощения. Ладно, благодарю за беседу. Вот если у вас будет желание по скайпу зайти, побеседовать. Игнатий Лапкин, запомните. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией и именем. Во славу Божию. До свидания.